МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот напиток относится к веществам с облигатными аллергенами. Рациональное питание для детей и подростков не включает в себя этот напиток. Но с 12 лет ребенку чашечку кофе в день можно. Особенно для ребенка, который имеет, например, низкое давление, ему можно хороший натуральный кофе позволить не более одной чашки в день. Врачи и взрослым разрешают натуральный кофе пить не более чем 2-3 чашки в день. При хорошем самочувствии и неповышенном артериальном давлении. Кофеин возбуждает нервную систему, приводит ее в состояние повышенной боевой готовности, доставляя организм работать на пределе. Могут возникнуть трудности с дыханием. Сердцебиение, ускоренный кровоток. Ускоренный кровоток в организме ведет к тому, что сердце не успевает расслабляться, клеточки головного мозга не получают достаточное количество кислорода и, соответственно, обморочное или предоборочное состояние может быть. Это те состояния, которые работают в состоянии гипоксии, постоянной гипоксии. А недостаток кислорода в организме, он, конечно, очень быстро на детях сказывается. Вот почему действие кофе опасно для детей и подростков до 12 лет. Но и ребятам постарше нежелательно пить этот напиток больше одной чашки в день, а лучше вообще через день.